А город они обстрелили, когда еще не было ни русских войск, вообще никого? Ну, как? Последнее время, вот сколько месяцев, 3-4 обстреливали. Именно украинские войскы? Да, России еще близко не было. Между домами били, возле пятиэтажек били, по сараям, по гаражам били. А погибшие были от этих обстрелов? Были, да. Ну, общей сложности, ну, человек где-то около десятка есть погибшие. Это то, что я знаю. Все, что можно было унести, выносили все. Отжимали машины. А нам надо, и все. Ну, ребята, это моя машина. А нам надо, и все. Забрали и поехали. Покатались на другой день, бросили. И потом, через счет, через день переехали по МПШ. Ну, с дачных участков они вели огонь. А мирные жители были на даче, нет? Да, мои кумовые там жили. А дома мирных жителей занимали? Конечно. Школы, садики, интернаты, там все было занято. Набирали воду колодца. А потом они заминировали в Украине, вели колодец. А зачем они колодец заменили? Просто, чтобы люди не ходили туда. 15-го зашли группа Вагнер. Они пришли, говорят, так, ребята, вам надо вакуироваться. Ну, оказывается, переживают. Квартиры, дома, гаражи, все свое. Когда мы сюда зайдем, уже планомерно зайдем, они, кажется, злости будут в Украине бить сюда. Ну, и потом уже 16-го числа пришел командир Вагнера. А я сижу, говорю, сколько у нас времени? Ну, там, сутки, двое. Он говорит, у нас три часа. И то, что у нас двумя партиями вывезли оттуда. В случае в центре был. Военный подошел к водителю, к автомобилю. Попросил отвезти. Ну, я не видел, каким способом отвезти. Ну, кто отказался, он ее расстрелял. Водовозка у нас была, проезжала. На нашей улице приехали, воду разлили, поднялись выше. Это запахнутка. Это как бы частный сектор. Они подошли, разогнали, расстреляли этих водителей. Запретили нам привозить воду. Ну, я говорю, вода вам, им не надо. Пускай вздыхают. И все. Там подвал, дом у нас построили новый. И подвал был на каждую квартиру. Ну, чисто, аккуратно. И там же люди же. Потому что вились уже боевые действия. Это было летом еще. Ну, они их выгнали. А там-то все еще. Рыские туда вошли в январе. А обстреливать город они начали с 24 мая. Скажите, а размещение вооружений, техники в жилых районах, там, где жили мирные граждане? Это, да, имеет место быть. Постоянно и везде. С апреля месяца, когда они уже полномасштабно заняли город, у нас заехали в город, техника была вся во дворах. Возле детских садов, в жилых кварталах, возле подъездов, ящики с патронами были. И с крыши нашего дома, именно с нашего подъезда, они стреляли тоже. Там такая вот большая, какое-то орудие очень большое, они заносили. И именно у нас дело в том, что в подъезде люк на пятый этаж, с пятого этажа на чердак. Да, с крыши стреляли. Верили, знали, что вы все-таки придете. Вот они, жили, они очень ювелирно работали до такой степени. Они проверяли каждую квартиру в подъезде, каждую. Огромное им спасибо, никогда я не забуду этих глаз, этих ребят, когда они зашли в горе. Они такие уставшие, небритые. Они ювелирно настолько, россияне работали в этом плане, зная о том, что мирные жители там существуют. Они свои жизни ложили на то, чтобы, как говорится, нам помочь, спасти, и чтобы мы не пострадали. Мы 11 человек, они нас без единой царапины вывели.